Очередная посылка железяки для моего компа и это посылка с розетки. Да, я сам офигел, что самая дешевая цена была на кулер мачо 120 розетки, но это так. Я не знаю, что там были у них за приколы, но этот кулер у них тогда стоил 1519 гривен. С учетом доставки получился у меня 1569. На данный момент этот кулер у них стоит 1776. Что это была у них за скидка на 257 гривен, я не знаю, но вот такой прикол у них был и я успел у них купить по дешевке. Это пока единственная покупка моя за последнее время, что когда я купил товар, он после подорожал. В основном я покупаю и на следующий день дешевеет. Соберусь покупать дорожает, как куплю, так сразу дешевеет. Вот такие приколы у меня с ценами. Ну да ладно, давайте же приступим к самой распаковке. Внутри у нас находится вот такая вот коробочка. Здесь еще, я так понимаю, чек, гарантия, наверное. И вот он сам наш кулер. Вот такой вот красавец. Не знаю, правильно читаю или нет. Thermal Ring Macho 120 REV-A. Кстати, на сайте не было написано, что это REV-A. Просто было написано Macho 120. Здесь у нас на коробке, я так понимаю, сертификат качества, различные там награды. Здесь у нас краткая инструкция, как устанавливать кулер. Подходит как к сокетам AMD, так и к сокетам Intel. Easy Montage. 5 трубок у нас. Не шумит якобы. И 4-пиновый у нас разъем питания на кулер. На этой стороне опять нарисован наш кулер. И здесь у нас технические характеристики. Это размер на 120 мм на 127 мм и высоту 150 мм. Это вес 680 грамм. Это частота вращения вентилятора от 600 до 1300 оборотов в минуту. Хотя на сайте было написано, что 1500, а не 1300. Но я думаю, что здесь правильнее, чем на сайте. Шум 25,4 дБ. На сайте было написано, что шум 28,9 дБ. Ну и под какие сокеты подходят. 1151 мой сокет поддерживает. Он дофига какие сокеты поддерживает. Но на сайте не было написано, что 1151 поддерживает. Было написано только 1155. А так он поддерживает 775, 1150, 1151, 1155, 1156, 1166, 2011, 2011, 2011, 3, AM2, AM2+, AM3, AM3+, FM1, FM2, FM2+. Практически подходит ко всем сокетам. Универсальный такой кулер. И практически влазит во все корпусы. Потому что он невысокий, он всего 150 миллиметров. Ну и давайте же приступим к самой распаковке. Посмотрим, что там внутри. Коробочка. Тяжеленькая. Наверное, в ней крепление и все остальное. Ладно. Потом посмотрим, что в коробочке. Вот такой типа поролон сверху у нас. Отдельно кулер 120 миллиметровый. Даже есть у нас вот такая вот отвертка. Класс. Большая такая, мощная. Я думал, это биток, это наконечник. Но отвертка такая приколенькая. Ручка мне напоминает а-ля поделки товарищей, которые не на воле. Здесь еще находится вот такая вот инструкция по установке. Русскоязыка нет, но я думаю, и по картинкам можно разобраться, что к чему тут подробно все нарисовано. Радиатор. Вот такой вот большой. Пять медных трубок. Хотя они никелированные, но это медь, покрытая никелем. Зачем так? Ну, я думаю, для красоты. И, по идее, должна быть медная тоже площадка, покрытая никелем. Коробки у нас больше не осталось. Скоро такого поролончика из лекогеля, чтобы влагу убирать. И давайте посмотрим, что у нас вот в этой вот коробочке. А в этой коробочке, как я и говорил, набор для крепления. Здесь на каждый сокет имеется свое крепление. Так как этот кулер подходит нам почти что все сокеты, на всех сокетах не может быть одинакового крепления. И здесь вот под каждый сокет есть свое крепление. Инструкции надо смотреть, на какой сокет какое крепление подходит. И такое вот крепление использовать. Сколько ватт он рассеивает, не написано ни на коробке, ни написано было на сайте. Но точно знаю, что больше 120 он рассеивает элементарно, а то и больше. И этот кулер можно устанавливать на самые мощные процессоры. В принципе, что я буду делать, я его поставлю на i7-7700K. И он будет его прекрасно охлаждать, даже в разгоне. И хочу еще пару слов сказать, почему выбрал этот кулер. Изначально хотел взять Zalman. Но Zalman по цене очень сейчас кусается. Тот Zalman, который я в том году брал за 500 с копейками, который пятый, он сейчас стоит 1000 гривен. При том, что не только в резервке он 1000 гривен стоит. Я смотрел в других интернет-магазинах, там тоже 900, там 900 с лишним. Короче, по 1000 гривен кулер. Десятый, который я планировал взять, начинается цена от 2. И вообще-то, в принципе, хотел взять все-таки десятый. Но перед этим я посмотрел тесты, какой кулер лучше охлаждает. И этот кулер в топ-5 оказался на втором месте. Есть там еще покруче монстр. Но я думаю, он нафиг не нужен, потому что этот кулер будет справляться на раз-два-три. Не хуже, чем какая-то там двухсекционная водянка. И решил приобрести этот кулер, потому что он еще и дешевле. А обратил я внимание на этот кулер, когда я смотрел один из техноканалов по компьютерным железякам. И там во все сборки они совали вот этот кулер и советовали этот кулер. Вот тогда я вот обратил на него внимание и начал пробивать за него инфу. И я считаю, что я сделал правильный выбор. Итак, установил я наш кулер. Вот он он. В предыдущем видео вы могли его уже видеть установленный. Вот так вот он выглядит в системнике. Здесь все хватает. Крышка закрывается нормально. Потому что я говорил, что до 160 мм можно ставить кулера. Этот 150. Но хотя бы притык. Я не знаю. Наверное, на 160 сюда не поставишь. Но на 155 должен влезть. Да, я хотел еще сказать пару слов за эту блатную отвертку. Это не биток, как я раньше думал. Это магнит. Чтоб прикрутить вот этот вот винтик. Не знаю, видно или нет. Вот там вот есть винтик. Нужна вот такая вот отвертка, чтобы вот сюда вот залазить. И здесь магнитик, чтобы винтик закрутить, попасть в дырку. С этой стороны, если вертушки нету, то можно обычной долезть. С этой же не долезешь, потому что под радиатором там вот ничем не подползешь снизу. Поэтому вот такая вот блатная отвертка с магнитом. И насчет стресс-теста для этого кулера. Как он охлаждает процессор, полноценный не получится сделать. Потому что сами знаете, что вот такая тенья у меня сейчас по камень. И корпус мы полностью не закроем. То есть рабочие условия мы не сможем выполнить, когда закрытая крышка. На вдув два кулера работают, три на выдув и кулер на башне. Попробовать, конечно, мы попробуем. Я как бы его уже включал. Температура на процессоре при простое где-то там 38-37. Попробуем, конечно, сейчас сделать. Неполноценный будет. Ну, хотя бы посмотрим, какая будет температура с открытой крышкой. То есть получается не на полноценном стресс-тесте. Итак, включил я компьютер с нашим новым кулером. Как видите, температура на ядрах 35-36-37. Короче, около 35. Плюс-минус 2 градуса. Это при простое у нас. Температура на диодных датчиках 42, на видеокарте 34. И как я уже говорил, что полноценный тест не получится сделать, потому что у меня открытый системник. И какое будет охлаждение при закрытой крышке, нам датчики сейчас не покажут. Плюс еще насчет передних кулеров, потому что мне кажется, что слабовато они крутятся для передних кулеров. Вот если верхние вполне нормально, а передние слабовато. И скорее всего я их подключу напрямую, пока не прикупился я реабаз. А верхний подключу к игрушечному встроенному реабазу. Почему игрушечному? Ну, потому что такой. Клвыкал весь реабаз. Ну и давайте все-таки попробуем, что нам покажет наш стресс-тест. Стартуем. Загрузка процессора у нас 100%. И температура на ядрах начала расти. Итак, стресс-тест идет уже больше 5 минут. И что вам хочу сказать. Температура поднимается где-то от 74 до 87. 8. Ну, туда-сюда прыгает. Сами видите, тут и 88, 85, 77, 76, 67. Прыгает, в общем, температура туда-сюда. Кулера маслают у нас на полную 1300. Все-таки не 1500, а 1300 максимальное вращение кулера на процессоре у нас. И эти кулера у меня маслают по 700 с лишним. Ну и на видеокарте маслают у меня 2 с лишним оборотов. Но он там маленький, поэтому так крутится быстро. И я думаю, что кулера у меня подключены неправильно. Значит, передние кулера маслают, как и маслали в том же режиме в одинаковом. А вот верхние стали дуть сильнее. Ну, я думаю, что под до 80 не доходило. Надо еще сделать нормальный продул в корпусе. Поэтому я сделаю назад рокировку. Выключу передние напрямую. Пусть маслают на всю. Ну, а в будущем куплю себе нормальный реабаз. Ну, и давайте новый кулер еще потестируем PUBG. Потому что со старым кулером у меня температура доходила до 80. Посмотрим, что с новым будет. И перед тем, как сделать запись игрушки, я поиграл без охвата видео. И посмотрел, какая температура на процессоре без дополнительной нагрузки. То есть, без записи видео. И температура была на центральном процессоре от 43 до 53. На видеокарте было 74-75. В принципе, как и сейчас. Обалденные у меня тиммейты. Все меня бросили. Остался я один. Против восьмерых. Прикольно. Ну, давайте вот сюда упадем. Сейчас же, как вы можете наблюдать, температура доходит до 60. И там вот прыгает 50-65. В принципе, как бы нормально. На старом кулере у меня вообще температура была под 80. На FPS не обращать внимания, что он мне падает до 40. Потому что у меня стоят высокие настройки. И игрушка в полноэкранном режиме не записывается. Записывается только в оконном. Когда включаю полноэкранный режим, плюс еще записи, может проседать до... Блин, ничего нет. Может проседать даже до 40. Хотя сейчас вот и PS-70. Зависит еще, наверное, от текстур. Какой ландшафт у меня. Ну и сколько людей вокруг бегает. Во броне-ка сразу. Зачипись. Оружия нет. Вот крыска подсидел мне за ящиками. Еще запустил разок одну катку. То, что только это получилось неполоценно. Я один. И чуть-чуть за ящиком у меня замочили. И тиммейты решили прыгнуть на сосновку. Сейчас опять нас замочат. Не успеем мы приземлиться. Ну да ладно. Это я немного отвлекся. Итак, смотрите. Где-то вот 60 с копейками. Там 63. Ну там пики подпрыгивают до 70. Но в основном где-то там вот 64-65. В принципе вполне нормально. Это с дополнительной нагрузкой. Еще раз повторюсь, что когда я играл просто без записи видео, у меня температура где-то была 53-50. Еще немного больше. Ну, как в принципе я говорил, поиграли на сосновке. Сейчас я в уголок заползу. Так вот, температура около 60, даже 57-58 есть. Так, звук выключу, чтобы не мешал. Если думаю включить передние кулера на полную мощность, так как они сейчас крутятся не на полную мощность, и закрыть крышку, то вентиляция намного будет лучше, и температура станет меньше. Хотя в принципе сейчас вполне нормальная температура. В принципе вот и все. Такой вот был обзорчик моего нового кулера Мачо 120. Процессор охлаждает нормально. Мне нравится. С закрытой крышкой, я думаю, температура еще будет ниже. А на этом как бы все. Кому понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить очередную жерезяку для моего нового компа. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!